Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Очень хорошо помню, что когда вышла Миссури, то очень многие игроки и обзорщики отзывались о ней крайне прохладно, делая выводы, что она явно не стоит того свободного опыта, который за нее просили. Вроде бы это было 750 тысяч свободки. Тогда многие утверждали, что это всего лишь айова с РЛС, которая на фоне монтаны многими считалась чуть ли не кактусом, в том числе и по причине не очень хорошей живучести. Но потом практика показала, что Миссури – это имбочка, которую многие стали резко хотеть в порт и судорожно копить на нее свободку. Да, это всего лишь айова, но наличие РЛС очень многое меняет в плане не только влияния на бой, но и фарма. Пошугать эсминцы РЛСкой на линкоре оказалось крайне эффективно не только для нападения, но и защиты. Я сам довольно много играя на эсминцах, прекрасно знаю, насколько это неприятный и грозный корабль. И вот в игре собирается появиться еще более расчудесное чудо – американский линкор 8 уровня Constellation, над которым, похоже, трудилась целая бригада эльфов. И это несмотря на то, что часть эльфов была привлечена к работе над Неаполем, видео про которое недавно вышло на нашем канале. Оказывается, эльфы не такой уж и редкий вид. Constellation пока находится на тестировании, поэтому его ТТХ еще могут измениться. Но тестируется он уже прямо в рандоме, так что вам будет полезно уже сейчас понимать, что это за штучка. Итак, что же в этом линкоре такого эльфийского и интересного? Много чего. Не зря Constellation переводится как созвездие. Во-первых, несмотря на то, что по внешнему виду перед нами типичный утюг типа Колорадо и Канзаса, которые в игре ползают со скоростью около 24 узлов, Constellation – утюг летающий. На эльфийской тяге он разгоняется с флажком до 34,9 узлов, то есть практически до 35 узлов. Это очень комфортно и это первая схожа с Миссури. Вторая его яркая фишка – это наличие РЛС. Причем если у Миссури оно бьет на 9,5 километров, то здесь уже на 10. При этом маскировка Constellation лучше, чем у Миссури и составляет всего лишь 12,2 километра. Так что разница между засветом корабля и дальностью работы РЛС здесь гораздо лучше, чем на Миссури. Время работы РЛС почти такое же, как и на Миссури – довольно долгие 30 секунд. У Миссури всего на 5 секунд дольше. Вы думаете чудесной скорости, наличие имбовой РЛС в сочетании с отличной маскировкой и пониженным уровнем боев по сравнению с Миссури – это все? Отнюдь. Эльфы увлеклись и прикрутили этому линкору еще и отличные торпеды с дальностью хода 9,2 километра. Ну серьезно, если Миссури с более худшей маскировкой, более короткой РЛС и более высоким уровнем боев – имба, то это чудо, где все это лучше, плюс еще и торпеды, тогда что? Сейчас критики могут сказать, а ты посмотри на недостатки линкора. Я тут смотрел одного обзорчика, и он утверждал, что у Constellation маленькая дальность стрельбы – всего около 17 километров. Вот только он так поторопился с обзором, что не только не заметил наличие РЛС на корабле, но еще и забыл поставить модуль на дальность в третий слот, который ни с чем полезным не конфликтует, отлично ставится и разгоняет дальность до вполне комфортных для восьмого уровня 20,2 километров. В очередной раз убедился, насколько некоторые обзорщики любят поспешить с выводами, лишь бы выпустить видосик поскорее. Плюс у корабля еще есть корректировщик, которым дальность можно улучшить. Так что все отлично тут со стрельбой. Более того, в блоге разработки сказано, что орудия здесь стоят, цитирую, точные, что хорошо видно и по относительно небольшому рассеиванию снарядов. Единственным недостатком этого чуда является его броня. Но и тут не все так однозначно. С одной стороны, 27 миллиметров в носу и на корме это плохо, так как сюда не только фугасы будут влетать, но и практически любой линкор сможет пробивать нас в нос или корму. Но только если мы стоим тупо носом. Если же мы посмотрим бронирование траверса, каземата и цитадели, то видно, что если стоять ромбом, то в нос нам цитадель уже не достанешь. При этом палуба и борта у нас забронированы очень хорошо от фугасов. 57 миллиметров палуба и верхний бронепояс для восьмого уровня означают, что крайне мало какие фугасы крейсеров смогут нас пробивать. И главное, посмотрите на низкопосаженную цитадель, которая еще и прикрыта слоем бортовой обшивки и ПТЗ. Она здесь явно ниже, чем у той же норки. Да и вообще большинства линкоров в игре. В итоге, несмотря на то, что броня по бортам у нас не лучшая, но в ромб линкоры нас пробивать не будут, а большинство фугасов не смогут пробить нас в палубу и верхний бронепояс. Так что если не стоять тупо носом, а играть от маневра, что при скорости в 35 узлов и отличной маскировке более чем реально, то линкор сможет достаточно хорошо жить на средних и дальних дистанциях. Ну а вблизи у нас появляется такой железный аргумент, как торпеды. В общем, с учетом эльфийской пачки ярких достоинств Constellation, недостаток его бронирования не выглядит чем-то критичным и способным сбалансировать его слишком мощные достоинства. Тем более, что палуба и верхний бронепояс забронированы лучше большинства линкоров 8 уровня в игре, а цитадель расположена очень низко и спрятана за слоями обшивки. А еще тут очень достойная ПВО. Так что пока вырисовывается сладкая эльфийская имба. Что будет с кораблем при релизе, поживем увидим. Я буду следить за его судьбой и своевременно вас информировать. Не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного. Также напишите в комментариях, что думаете по поводу этого эльфийского соввездия. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джинай. Субтитры создавал DimaTorzok